Пистолеты, ножи, провода и опасные сюрпризы. В этом кабинете авиационный персонал будут обучать как одним взглядом определить, что перед вами не пассажир, а потенциальный террорист. И в его сумке не подарки родственникам, а заряд тротила. Они вот смотрят внешний вид, но находят признаки того, что соответствует взрывному устройству. То есть это повышенный вес, например, и так далее, и так далее, нюансы. Или же вот при вскрытии такого устройства мы видим, что вроде здесь находится сувенирная упаковка и бутылочка, но видим провода и так далее, и так далее. То есть мы объясняем нюансы, и естественно человек учится, видит, как это можно определить. В учебном центре авиационной безопасности три просторных класса. Лекции слушателям читают четыре специалиста. С теорией экстремизма, идеологией фанатиков и даже тем, как определить по зрачку глаза, что человек собирается совершить теракт, знакомится в так называемом психологическом кабинете. Методика обучения сравнима лишь с подготовкой агентов ЦРУ. Этажом ниже расположена секретная библиотека. Вход туда строго по электронным карточкам. Отечественные и зарубежные эксперты долго не могли поверить увиденному. Такому центру нет аналога во всей Центральной Азии. Я уверен, что специалисты этого центра обладают обширными знаниями в области авиационной безопасности. И то, что нам показали, меня удивило. У нас даже нет такой оснащенности. Надеемся, что теперь гражданская авиация Казахстана на 100% будет защищена от любого внешнего негативного воздействия. В целом кадровый вопрос обучения людей – это очень-очень важно для отрасли. И вот то, что мы сейчас первый раз опускаем по авиационной безопасности, мы надеемся на то, что и в рамках академии, и в рамках, может быть, какого-то государственно-частного партнерства или других институтов мы будем развивать и другие отрасли в авиации обучения персоналу. По окончанию курсов авиационному персоналу дадут специальные сертификаты международного класса. Более того, планируется осуществлять переподготовку специалистов гражданской авиации из стран Средней Азии.